Я вам говорю всем, чтобы народ Дагестана слышал, у нас сейчас есть 3 миллиарда, мы будем решать все вопросы. Теперь я вас спрашиваю, уважаемые люди, а у вас есть резервы? За это можно работать. Инфрация очень серьезная. У нас по кассовюрку произошел скачок. Мы с вами договорились, будете реагировать. Маски приобретены, министр докладывал, и на этой неделе 3500, дополнительно 1500 мы запросили. К сожалению, в аптеках их очень мало. Будем заказывать маски. Я вам говорю всем, чтобы народ Дагестана слышал, у нас сейчас есть реальных, мы заложили на черный день, как говорится, 3 миллиарда слишком. Мы будем решать все вопросы, чтобы было понятно. Теперь я вас спрашиваю, уважаемые выходители, а у вас есть резервы? Вы как работаете? Вопрос. Кстати, мы ведь не только будем давать, мы будем спрашивать. Что происходит? Понимаете, когда у вас на свалке находятся 20 коров одновременно, кормятся, за это можно работу потерять. Кто еще не понял, что ситуация очень серьезная. Она может, в любом случае, измениться, если ваше отношение, уважаемые руководители, будет, знаете, таким благостным. Прошу учесть. Кстати, если можно, как у нас цены на рынке сегодня? Вообще, на рынке, Владимир Владимирович, незначительно повысились на некоторые овощи. Повысились, да? Незначительно. Цены на овощи некоторые, помидоры, куцы, цена на баранин тоже есть. Поделать. Все на месте, на любом месте. Единственное. У нас по косовью, кто произошел, скачался. По косовью, какой скачок произошел, естественно, это привычный город. Мы с вами договорились. Будете реагировать, завтра посмотрим. Хорошо? То есть, не дайте никого не будем успокаивать, и главмарионов тоже. Но реагировать на все мы обязаны. И по мясу, давайте посмотрим, вы мне накладывали, меры понятны, ясны, по овощам тем более. Мы сами производим. Давайте посмотрим. Если где-то нехватка, завезем достаточное количество. По обеспеченности масками в наших медицинских учреждениях они обеспечены на вот этот период. Медицинские учреждения обеспечены на 14 дней, на 2 недели и необходимы лекарствами. И маски приобретены, министр докладывал, и на этой неделе 3500, дополнительно 1500 мы запросили. Мы сегодня прозвонили по аптекам, побывали в некоторых, к сожалению, в аптеках их очень мало. И сегодняшнего вечера мы ежедневно будем работать с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. И маски будем заказывать, маски, дезрастворы, перчатки, необходимое оборудование, тепловизоры в централизованном режиме. Вся потребность будет удовлетворяться, в том числе и маскам, и костюмам, и что выключена наша промышленность. До сегодняшнего договора мы с Китайской Народной Республикой, так как она, в первую очередь, оказывает помощь. Эта помощь уже оказывается. Так что в достаточном количестве сегодня, как я понял по докладу, сейчас мы послушаем еще министра, сегодня мы имеем то, что нам необходимо. По тем и задачам, которые сегодня достаточно. Продолжение следует...